Короче, ребята, я нашел ответ на все мои вопросы, и он называется роутер. Как вы, может, слышали на моем сегодняшнем докладе про Flask, мне чуть не понравилось то, что Flask хранит контекст в тред-локале. Вот, и Эндрю Попу, он довольно-таки известный в наших кругах разработчик, это тоже не понравилось, и он, насколько я понимаю, слов слове, реализовал на Европитоне вот такую штуку, которая называется роутер. Вот, и все, что она делает, написано, то есть сделано в этом коде. Очень главная строчка – это вот. То есть мы хотим получить параметр поиска запроса, мы хотим получить параметр из гета. Мы определяем этот тип запроса get, мы определяем урл, по которому он будет работать, и мы определяем guard, мы определяем защитник, который будет вызван и который будет проверен. Вот, и как выглядит функция? Функция выглядит просто. Функция вот ищет. Для чего это надо сделано? То есть вот сегодня были всегда вопросы про тестирование. Типа, как тестировать Flask приложение, и правильно ли передается контекст, и как работать с request-контекстом, и будет ли все правильно или неправильно. В этом случае с роутером тестировать очень просто. Мы тестируем, вот, мы тестируем это просто как функция, которая не требует никакого реквеста. Мы, конечно, можем это спокойно тестируем при помощи веб-теста. Вот это же у нас просто веб-тест клиент. Но мы, по большому счету, нам это ничего не надо. Роутер написан на веб-обе, так что люди с пирамидой могут его попробовать посмотреть для написания маленьких API-серверов. Вот я подключил Jinju, это мне не стало никакого труда. Сейчас я вернусь сюда. Вот, Jinju подключается очень просто. Jinju передал функцию reverse, которая реверсит все роуты. И у нас появилась функция template-tag url или url4. Код находится вот здесь. Вот, посмотрите, это на самом деле очень прикольная штука. Ну, да, сори. Я тут чуть-чуть быстренько это готовил. Вот, Андрей Поп. Вот, это весьма интересная штука. То есть это, она, конечно, не подойдет для каких-то гиперглобальных сервисов. Потому что, например, обработка, получение данных из формы происходит вот так. Вместо QS у нас получается форм без формата. Ну, то есть, может, могут возникнуть трудности, если нам нужно разбирать сильные формы. Ну, то есть имеется в виду формы, которые требуют много кейворд-аргументов. Но для маленьких проектов посмотрите на роутер. Спасибо. Спасибо.